Против антироссийской пропаганды решили ударить с автопробегом. Важно Германии, Австрии, Швейцарии, Израиля проют единые колонны через несколько городов по маршруту Берлин-Москва, чтобы открыто заявить о своей позиции. Они за дружбу и мирное будущее. Иван Благоев побывал на старте. Это мой матрешка. В его машине новый талисман матрешка соседствует со старым фигуркой американского рэпера. У меня Россия и США дружат, шутит Овэ. У меня есть мечта, однажды это сказал Мартин Витуркин. А моя мечта в том, что однажды наступит день, когда Россия и США протянут друг другу руки и станут большими друзьями. А тогда, может, и Берлин изменит свою политику, как видеоблогер, музыкант Овэ Шатауэр прославился год назад. Он просто слушал радио в дороге и решил записать на видео все, что думает о проамериканской подаче новостей в немецких СМИ. Меня тошнит от этого, я просто уже плююсь от злости из-за того, что опять это дерьмо слышу по радио. В первые трое суток в соцсетях ролик набрал более миллиона просмотров. Наш соотечественник Сергей Фильберг, живущий в Германии, его перевел на русский. Именно так о рассерженном немцы узнали в нашей стране. Сегодня Овэ и Сергей вместе хотят показать, что простые люди в Германии и политики в Берлине, придумывающие санкции, живут на разных планетах. И за наше общее мирное будущее. Верьте в нас. Верьте в простых жителей Германии и Европы. Никто не хочет вражды с Россией, тем более войны. 4200 километров. Они будут ехать до Москвы и обратно с остановками в Калининграде, Пскове, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Минске и Варшаве с одним посланием. Между русскими и немцами может быть лишь дружба. Абсолютно народная инициатива. Организовать поездку удалось, кинув клич в интернете. Мои подписчики сразу же откликнулись на эту идею, стали предлагать мне помощь по организации мероприятий в каждом городе. А в Германии, соответственно, очень много людей откликнулось, кто смог поехать. Ну а кто не смог поехать, пришел на проводы. Провожают участников автопробега «Ради мира» в самом центре Берлина, у Бранденбургских ворот. Итак, 250 человек сейчас начинают свой путь в Россию. Большинство на своих личных автомобилях. Во время остановок многие хотят жить в российских семьях. Кто едет? Наши бывшие соотечественники, немцы из движения «За мир», граждане Австрии, Швейцарии, Израиля. Те, кому не нравится, что происходит. Меня на самом деле разозлила немецкая политика тем, что многое делается не в интересах народа. Немцы постоянно рассказывают про плохих русских. Лишь за прошлый месяц читатели «Плиятельный» и «Франкфуртер Альгемайн» и «Цайтунг» смогли узнать, что русский язык, оказывается, это язык террора. Читатели таблоида «Бильд», что русские – обманщики и лжецы, нация мошенников номер один. Адвокат из Лейпцига Алексей Данкварт подал на ответственных за эти публикации в газете «Бильд» заявление в прокуратуру. Не то, что команда спортивная, олимпийская, является мошенниками, а русские – это нация мошенников. На мой взгляд, это однозначно разжигание национальной ненависти по отношению к русским как таковым. Ну а у Бранденбургских ворот тем временем выпускают в небо белых-голубей мира. И говорят, мы сделаем все, чтобы семена ненависти не проросли вновь на немецкой земле. Всего-всего хорошего! И до скорой встречи! И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Татьяна Бакулина, Первый канал, Берлин.